Ремнями безопасности Ремни 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 безопасности При этом удар левым коленом о основании водительского кресла происходит тоже со страшной силой. Нагрузка на бедренную кость более тонны. Естественно, если бы на месте манекена был живой человек, это как минимум перелом левой ноги, это сотрясение мозга и, скорее всего, перелом шейных позвонков. У правого пассажира тоже страшный удар, но здесь сработал страховочный трос, которым вазовцы на всякий случай прикрепили всех манекенов. Если у левого пассажира он не выбран, то здесь трос вступил в действие. Если бы не он, то правый манекен наверняка бы улетел к лобовому стеклу. Но на этом ужасы не заканчиваются. Посмотрите еще раз, как движется задний правый непристегнутый манекен. На отскоке он садится с размаху на ребенка, которого удержал поясной ремень. И если бы не непристегнутый задний пассажир, то ребенок остался бы жив. Но представьте, что происходит, когда сверху на него со всей силы садится 75-полограммовая туша. А это ведь сзади. Посмотрите, очень хорошо видно, как задний пассажир садится на ребенка и фактически его убивает. Недаром бедолага застывает в позе с такими поднятыми, вскинутыми в мольбе руками. За что? Теперь второй удар. Все наоборот. Те, кто сидят спереди, не пристегнуты. Задние пассажиры пользуются ремнями, но ребенок между ними сидит тоже не пристегнутый. Итак, удар. Что же мы видим? Во-первых, разбилось лобовое стекло. И это неспроста. На скоростной видеосъемке мы видим, как передние манекены идут вперед, но их не удерживают ремни, как во время первого удара. И они ударяются головами о лобовое стекло. Страшные удары. Они не могут выбить лобовое стекло головами. И удары при этом... Перегрузка достигает 200G. То есть, на короткое время 200-кратная перегрузка. Мало того, на шейные позвонки каждого из передних манекенов тоже действует страшно изгибающая нагрузка. Это тоже, скорее всего, переломы. Между тем, с задними пассажирами все в порядке. Они были пристегнуты и фактически отделались легким испугом. А теперь посмотрите еще раз, во что превратилось лобовое стекло десятки под ударами голов непристегнутых водителя и переднего пассажира. Как видите, стекло очень прочное. Оно вклеено проем. И при таком ударе выбить его невозможно. А вот получить смертельные травмы головы, шеи и страшные порезы лица – это практически гарантированное дело. Когда мы потом измерили глубину порезов, которые вы видите на пластиковой кожуре манекена, они достигли сантиметра. Представляете, что будет с живым человеком? Когда он будет полосовать кожу со страшной силой, ударяясь головой. А что у нас с ребенком во время второго удара? Он был не пристегнут. И вы видите, как он сорван страшным замедлением, летит по салону, ударяется по дороге о водительское кресло и влетает головой в лобовое стекло. К сожалению, ребенок не был подключен к аппаратуре. Мы не знаем, каковы были замедления, но наверняка сила удара такова, что выжить при этом и не получить травм практически невозможно. Вывод, думаем, ясен. Пристегиваться надо всем и не только спереди, но и сзади. Что еще важнее, пристегиваться нужно обязательно каждому из тех, кто сидит в салоне. И взрослым, и детям. Как видим, первый удар показал, что задний непристегнутый взрослый пассажир может фактически убить пристегнутого ребенка. То есть тут действует принцип коллективной ответственности, каждый в ответе за каждого, пока вы в салоне одного автомобиля. Потому что, не дай бог, если случится авария и автомобиль отбросят в сторону, то люди и предметы будут неконтролируемо перемещаться внутри, как горох в свистке. И что произойдет, кто ударит кого, предсказать невозможно. Поэтому гораздо проще и надежнее всем пользоваться ремнями, всем пристегнуться, и это будет заведомо безопаснее. Как минимум, это втрое снизит шансы на то, чтобы получить травмы или погибнуть. Подробно все результаты нашего уникального эксперимента изложены в авторевю номер 2 за 2007 год.